Государство готово обучать россиян в ведущих зарубежных университетах. Программа глобальное образование должна заработать в этом году. Но есть одно условие. Студент обязан вернуться на родину и три года отработать по специальности. Чего в этой идее больше? Желание улучшить кадры в сфере высоких технологий? Именно этот сектор наук в приоритете у авторов проекта. Или же это плохо замаскированное признание низкого качества отечественного образования? Мои коллеги продолжат тему. Проект глобальное образование рассчитан на три года. Через него пройдут около трех тысяч выпускников российских вузов. Молодым людям предлагают продолжить учебу в одном из двухсот заграничных университетов. В списке – Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Калифорнийский технологический институт. Поступать придется самостоятельно и потом только подавать заявку на финансовую поддержку от государства. Ставку делают на инженеров, программистов, управленцев и врачей. В год на одного магистра или аспиранта бюджет готов тратить полтора миллиона рублей. Ирина Люблинская, которая уже 20 лет преподает в Америке, считает, что такой проект пойдет на пользу российской науке. Она говорит, что уровень подготовки магистров в Штатах очень высок. А все потому, что профессоры получают гранты под конкретные разработки и привлекают к этому своих подопечных. Студенты работают в группе научной, может быть, на какой-то маленькой части большого и серьезного проекта. И поэтому получают непосредственные навыки. И работают, опять-таки, если это прикладные науки, то они работают с чем, что уже непосредственно будет внедрено и непосредственно будет использоваться в обществе. Если они работают с чем-то теоретическими науками, то, значит, они работают над чем-то очень серьезным. Они могут иметь дело с очень дорогой и точной техникой. Большинство таких университетов имеют технику, которую, я думаю, многие российские университеты просто не в состоянии закупить, потому что это так дорого. Владимирские студенты, с которыми мы побеседовали, обеими руками за программу. Например, Ира учится на переводчика. Сам Бог велел пожить за границей. Но на глубокое погружение в языковую среду нет денег. Мы учим язык в России, а его нужно учить в той среде, в которой он принадлежит. Это намного проще и лучше. Мы же здесь все на русском разговариваем. Опыт какой-то может получить знания. Не то, чтобы у нас образование плохое, а именно вот эта практика, чтобы было в языке. У меня очень много знакомых, кто уехал за границу, также работал студентом и не вернулся оттуда. Это, естественно, безусловная, заманчивая перспектива. Вот видите, здесь же какой критерий. То, что вы вернетесь. Нужно будет вернуться все равно. Но я думаю, не захочется многим этого делать, потому что все-таки за границей она маленькая. Но студент в Россию вернуться обязан. Это главное условие программы. И отработать три года по профилю. Иначе беглецу надо будет вернуть деньги за обучение и еще 200% штрафа. Понадобятся и поручители. Ну а чтобы мечты молодого специалиста об успешной карьере не разбились о скалы российской действительности, надо здесь создавать условия для профессионального роста с высокой зарплатой и хорошей технической базой. Если потенциал действительно будет напран хороший, то почему не создать свою компанию, в которой ты будешь делать так и тебе все это интересно. Это во-первых. А во-вторых, ну, рынок труда у нато и рынок труда, что если что-то не нравится, можно всегда перейти в другое место на работу. Привязки такой к месту особо и нет. Ну, по большому счету. Если тебе не нравится, ты меняешь место работы и все. Я думаю, что я буду пробовать на самом деле. Потому что попробовать можно всегда, как бы по голове за это не ударят. Сегодняшние студенты не прочь получить ученую степень за границей и готовы попробовать. Однако попасть в число счастливчиков, которым государство оплатит учебу, будет непросто.